девочки всем привет я со своей запоздавшей косметичкой января на самом деле получается больше отчет чем косметичка января но все равно хочу хотел немножечко вам показать болтать насчет косметички практически больше наполовину моя косметичка состояла косметичка января состояла из продуктов project pen я так решила потому что мне показалось все таки новые продукты в проект они мне еще не успели надоесть и лучше если я хотя бы начало активное положу уже в январе и потому я так решила я буду просто спонтанно вам показывать некоторые вещи если вы смотрели project pen то вы узнаете те продукты которые мне в project pen если нет то можете пройти посмотрите нет то вот тут увидите две палетки из project pen одна в холодной палитре другая в темной палитре это лимитки от фирмы меслин если она вам знакома какого года я даже уже не помню четыре года назад наверное я их покупала покупала из-за упаковки потому что в бюджете вот такая картонная упаковка на тот момент не была представлена совсем и меслин они на этом дизайне дизайне как бы даже я бы сказала стали выделяться на всем бюджете потому что периодически кто-то там что-то брал какие-то детали но вот benefit и что еще benefit is the balm это были вот передовики из небюджетного сегмента которые делали в такой упаковке я не могу сказать что прямо мне вот это вот оформление безумно нравится но однозначно на тот момент привлекло внимание купив эти палетки я быстро в них присытилась этим качеством скажем так потому что эссенцы катрис меня устраивали лучше на тот момент и я должна сказать что на данный момент я использую эти палетки только в сочетании с каким-то другими палетками потому что несмотря на то что оттенки вот так вот вам покажу вы видите да здесь зеленый здесь болотно зеленый бронзовый коричневый коричневые такие а-ля сатиново матовые здесь вот уголочек глаза можно тоже вот так вот вам покажу оттенки разные совершенно это хайлайтеры это тени для бровей вот так вам лучше будет видно и это румяна девочки вот к этим продуктам придраться не могу они мне очень нравится но тенюшки со временем если использовать только из этой палетки даже рисуя стрелку какими-то там фломастерами или подводками жидкими будь то гелевые подводки сами тени теряют в предмете и глаза смотрят каким выглядят каким-то болезненными это касается и теплой палетки это касается и холодной палетки холодной палитры хиха видно пока что люблю меньше чем теплый это уже второй project pen второй год когда я использую эти палетки но у меня большая надежда на этот год надеюсь что я вот их закончу конечно же в помощь я не только использовала палетки из project pen но еще и тестировала мои новиночки и там где мне не хватало матовых оттенков я брала палетку all about news это старая версия как видите она у меня же повидал виды пенсионерка палетка но мне нравится кстати недавно появилась дырочка вот в этом оттенке в шиммерном вот и потихонечку везде остальных убывают этот оттенок я уже беру стараюсь брать менее часто чтобы использовать светлые оттенки в других палетках других тенюшках ну а вот эту вот складку века это просто идеальная четверка а также эти тени настолько мелкого помола но в то же время пигментированные что их можно использовать как сухие паре корректоры поэтому она у меня несколько сезонов и даже несколько лет мелькала в фаворитах фавориты 2019 года я кстати не делала может быть надо еще сделать если не поздно где-нибудь публиковать в феврале не знаю не уверена вот но фаворита и сезона она мне очень часто мелькала и не первый год также я думала думала брать как бы не брать палетку но она сама выбралась потом я увидела ее еще у прекрасной елены у лены некоторые оттенки вообще до дыр затерта а я беру эту палетку девочки не из-за нейтральных палитра а именно из-за голубых здесь есть небесно-голубой голубосиний и уходящий в тюркиз вот это вот такой нежный тюркиз вот это голубой с чуть-чуть ноткой такой тюркизные вот это вот тоже сербургозявчатый но он уходит в голубой вот эти вот пять оттенков я здесь просто обожаю и беру именно тогда когда мне хочется взять клубы оттенки и вот в этом месяце в январе от 10 числа я начала использовать эти палетки продукты у меня вот часто было такое настроение почему потому что я взяла проект вот такую палетку днем крейс такая палетка от catrice была представлена не во всех магазинах германии даже то есть я ее купила в расширенном ассортименте магазина мюллер у нас и здесь очень классные оттенки холодный белый средний между серым голубым и белым серый холодный два оттенка голубосиний и синий черный и серый очень красивые оттенки здесь даже вот за это время когда использовал появились такие мягкие но я не знаю как вам показать заметные углубления вот хочу это палетку стири датыр я вам рассказал уже про джек пенни так еще из теней вот такая вот шестерочка тоже старейшие тени all about серия но шестерки у меня была из этой серии еще кэнди ну кэнди я сдарила соседской девочки еще как когда жила в кельне но вот это вот all about sunset я не могла с ней расстаться и я поняла что буду ее расходовать одно время даже берегла и в этом году я решила ее затереть датыр потому что здесь есть классный классный желто золотой розовый золотистого цвета шампанского совершенно нейтральный теплый я не знаю цвет шампанского розовый белый все в одном такой розово-бронзовый и коричнево-серый очень красивые оттенки и качество у этой палетки мне очень нравится поэтому я решила ее затереть до дыр следующие девочки что я сила я взяла это из project pen на палетке палетка так не звонят придется отключиться придется монтировать так извините девочки ой девочки злости на них не хватает не успела открыть и он уже распечатал мне посылку что мне нужно идти на почту ну ладно фиг с ним так это из project pen у меня я решила взять четыре рефила румяшек из серии my must have essence и затереть их до дыры и лучше все конечно закончить потому что они уже у меня несколько лет в фаворита хочу просто уже их затереть так бронзер покажу вам один потому что на данный момент использую сейчас его это смесь из бронзера с темной пудрой матовый матовый практически финиш но чуть-чуть сатиновый мне кажется есть здесь блестки вот его использую но я его спрессовала очень плотного сейчас вам покажу видите пока никакого не вижу за эту неделю хотя использую каждый день мы посмотрим целый год впереди что из этого получится так пудры используют они не находятся в project pen не это просто использую как использую я пудры никогда не беру девочки в project pen по той простой причине что они у меня сами по себе неплохо расходуются поэтому как расходуются так расходуются пудры от essence у меня расходуются в принципе быстро но так как сейчас я использую наравне вот такую вот чуток подсвечивающую пудру revolution она расходуется она более наверное еще более мелкого помола чем essence и очень хорошо спрессована поэтому расходуется она так 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 и начала мигать батарейка специально вот более экономно поэтому я буду тоже повторять но и essence мне очень нравится хайлайтер у меня опять же таки из project pen это намешаны мои соу я о них рассказывала не буду делать с вочи иначе сейчас камера отключится тональную основу если используют то только в оттенке так это не так в оттенке 02 использую она более светлая для зимы подходит идеально и под нее конечно база от catrice сейчас у меня как никогда идет очень хорошо по сравнению с риву да лупьянка оказалось что база все-таки работает потому что вообще как а и неимоверное так все еще не могу закончить базу под тени от catrice девочки как только надавливаю вот так вот вот прохожу все у меня постоянно что-то да сейчас я вам покажу что-то до вылазит вот видите еще есть и каждый раз мне кажется все сейчас закончу все сейчас закончу но всегда что-то влазит поэтому вот так я ее дальше и использую пока не закончу буду брать именно ее хочу же закончили в пустых баночках вам ее показала хочу в январе закончить и выбросить все там же она практически пустая так еще тенюшки не показала также я использую в январе активно project pen color pop это блестки которые видны исключительно либо при искусственном освещении либо при когда солнце попадает на ваши веки тогда видно эти блестки а так как будто ничего вас на глазах нет пигментации у них немного шикарно шикарный е я использую подводки от мэйбелин вот такие вот гелевые они у меня уже наверное три года в использовании как будто подсыхают но как только начинаешь кисточкой сейчас покажу вам кисточку который я взяла вот такую вот от печ косметикс у них отличная ну отличный сам по себе носик видите какой острый она очень плотный вор плотно ворс прессован набирает очень хорошо и наносит также на веки очень хорошо выдерживает это подводка слезы если у вас глаза слезятся также она выдерживает что еще она выдерживает если вы вдруг прикоснетесь к глазам она не сразу размажется короче по стойкости подводка меня очень устраивает но за потому что они просто уже старые я хочу на них сосредоточиться и в этом году их закончить потому я в project pen так они мне нравятся я буду их покупку докупать так взяла жидкие помадки девочки вот это блеск а это помады все-таки помады с блеском от катрис потому что они старенькие из этой серии я купила чуть раньше блеск с блесками которые безумно мне нравился испортилась отдушка не смогла использовать и я его выбросила все-таки так и не допользовав даже до половины поэтому эти решили не экономить а использовать все что у меня есть и и блеск и помадки я использую в этом месяце также будут в течение года их периодически используют помадки взяла очень много помады практически все любимчики две оттеночные помады от essence девочки с очень не показываю можете посмотреть project pen там я все показываю мигает батарейка не хочу чтобы без прощания закончилось видео из люксовых взяла красную помаду от lancome rouge in love это был по моему подарок одной подружки но оттенок не самый удачный красный то есть в том смысле что он не не очень подходит не самый красивый на мне оттенок также взяла розово-нюдовую помаду от бренда под своей которой пережила ребрендинг у домашней марки dm и теперь это тренд этап но очень скромно у них там дизайн взяла увлажняющую помаду с органовым маслом розовая помада от manhattan вот такой вот оттенок очень мне нравится и мою любимую ноу-нейм помаду то есть помадку который достался мне в каком-то наборе из какого-то магазина что-то вроде мюллер по моему мюллер это был девочки или может быть даже дуглас немецкое производство помада вот такого вот оттенка очень красиво я хочу в этом году найти есть замену и по увлажнению и по оттенку такой фиолетовый уходящий фуксию мне просто безумно нравится этот оттенок это самый шикарный оттенок который у меня есть из вот такого вот такого направления помад вот оттенка такого фуксия да так что-нибудь еще карандаши также беру из project pen у меня их целая куча если вам интересно девочки зайдите пожалуйста на project pen посмотрите три карандаша 2 карандаша в зеленом оттенке один в голубом это набор с алиэкспресс был также добиваясь прошлый год черный карандаш от подсвай и 4 карандаша для губ я взяла в этом году хочу использовать их если что-то закончится я просто буду брать на замену что-то из старичков в принципе это все что я вам хотел показать девочки все что находится на косметичке туши тоже использую что есть пока это essence но я ее уже чувствую заменю другую либо essence либо что-то из моих запасов вот девочки все хочу с вами попрощаться всем хорошего дня хорошей недели до следующего видео надеюсь вам было интересно посмотреть аля косметичку отчет все девочки пока пока